Мама говорит, я болезненная была, я тем более в Россию приехала или с эвакуацией, чуть не умерла вообще. А где вы в эвакуации были? А мы всю войну в Германии были. В смысле вас загнали туда? Нас сразу загнали. Ну пойдемте я расскажу. Давай сейчас быстренько подсчетать, на пол диваня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приехали немцы, встречались с хлебом с солью, нашлись люди такие. Вот, все они знали. Кто, вот эти люди или немцы? Немцы. Все знали, да? Где, где, вот здесь Калинин камень. Даже вот я живу здесь, я даже вот не знаю, вот они где-то вышки, вот здесь Калинин камень. Большой камень? Большой камень был, он назывался Калинин. Маяк стоял деревянный, вот. Маяк этот стоял, как для пожароопасной смотреть лес. Угу, ну топографическая вышка, да? Да, вот, ну называли маяк. Где маяк стоял он, его уже не было. Калинин камень нашли. Все, они уже здесь все знали. Деревня, мне кажется, я знаю Калинин камень. Возле дороги там? Да, вот где-то там. Возле кладбища недалеко? Да, да, кладбища не было здесь, здесь стояло гумно и рига. Знаете такое, что такое гумно? Гумно я знаю, а рига не знаю. Рига это для зерновых, сушилка. Угу. Наши увидели немцев и стали с Синявинских высот стрелять. по-моему, вот здесь они нас помещили хорошо. То есть свои? Свои. Немцы-то все так попрятались. Немцы-то знают, что такое война. Угу. Вот. А гражданские и русские? А гражданские, откуда знали мы еще? Ничего мы не знали, куда прятаться, что, чего, это самое. Как начался обстрел. Вот так наш дом стоял, рядом дом, тот дом, как семья сидела за столом, все убило в дом, смотрят, попал, они обедали, сидели. Всех сразу наповал. Вот. Наш дом остался. Это, ну, естественно, ну, что было, какая была суматоха. Хватали все, детей хватали, бежали, кто куда бежал. Вот. Они и давай нас полошматить. Вот. Тут нас забежали немцы, тоже не дураки. Люди метусятся, по нам стреляют. Они нас загнали в Гумно и в эту Ригу. На ворота поставили часового, чтобы никого не выпускать. Потом здесь очень много беженцев было уже. Вот. Из Петербурга? Отовсюду были беженцы. Я не знаю, откуда они были, но вот у нас беженка была примерно в Белоруссии. Как она сюда попала, я не знаю, может быть, здесь работала где, в Ленинграде. Угу. Вот. Беженцев много было. И у нас вот эта женщина потом пришла уже к нам, когда мы вернулись. Ну, вот этот обстрел начался. А какой смысл? Зачем они вас на Гумно загнали? Чтобы мы не бегали. Нас видят они, наши. Угу. Видят, что народ не тусится, а видно не понять, кто бегает, немцы или русские. А, как только вас спрятали в Гумне, так они перестали стрелять, да? Да. Вот. Ну, потом все же это самое вроде притихло, потом опять стали стрелять. Вот. Снарядами. И что получилось? Убили часового убила. Вот. Снаряд... Немецкого? Да. Снаряд попал в Ригу. Рига битком забитая народом была. Опять тут это месиво было. И мы все, когда обстрел начался, мы все лежали. Нас... В этой реке? Да. Нас положили. Немцы пришли, сказали, чтобы ложились. Вот. И мы лежали, значит, вот так. Женщина лежала. Мама к ней спиной. Ко мне лицом. Я к маме лицом. И как-то моя нога попала ей вот на бедро сюда. Моя нога. Вот. Меня ранило. Меня ранило сестра... Осколком? Осколком. Сестра с братом сидели в Риге, в печке забравших в Риге. Вот. Тут виск, крик, писк. Сестра с братом прибежали. Маму нашли. Валя меня схватила на руки. Валя у нас, она высокая была и такая полная девушка была. Она схватила меня на руки. Вот. Валя кровь льется с меня. Вот. Мама посмотрела. Валька, ты раненая. Она... Я ору, как ненормальная. Вот. Ну, ребенок страшно. Все, все, все. Вот эта суета такая. И побежали. Вот эта железная дорога, вот сейчас проходит туда. И ее только построили. Вот перед самой войной ее построили как военная дорога. Она была запасная. Вот эта железная дорога, которая... Вот на ПМЦ идет. Ага. Она так насквозь проходит дальше. Да. Она идет с гор со станции. Вот. И идет она на Гачинскую ветку. Вот. Там была и сейчас она есть. Канава. Глубокие канавы были выкопаны. И все рванули с этого гумна, с этого сарая. Все побежали вот туда, к ПМСу, по этому полю. Здесь сад был колхозный. Клубника росла там. Вот. И это все рванули в эту канаву прятаться. От деревни бежать. Что по деревне бьют, значит надо убегать. А мужиков было очень много. Здоровые мужики и парни в возрасте уже были хорошим. И это самое... Почему они оставшие были, я не знаю. Здесь на канаву попал снаряд. Костя без руки такой был. Ему подметку оторвало. Вот. Напротив его мужика убило. Эти лакмоти летели все на мою сестру. Мы уже лежали кто где. Мама не то, что с нами лежала, а уже кто где успел упасть, там и лежал. Это уже после того, как вы уже раненые были, да? Я уже раненые. А как кто вас... Что вам сделали? Там перебинтовали? Какой бинтовать, там это самое... Бежали, кто куда бежал. Вот. С этого гумна. От этого гумна хотели смыться подальше от этой страсти. И вот в эту канаву-то когда... А тут снаряд попал еще чище. Все, что мужика там одного разорвало, нашего деревенского, мама называла, кого я это самое... Не могу говорить, я не помню. Вот. И Валю вот этим мясом все обросало. В Валю летело все это. И это самое... Валя встала, мама увидела, ей плохо Вальку разорвало. Вот. Она так встает, отряхивает. Мам, ты что? Вот. А у Гали кровь льет. Вот. Ну, тут это, естественно, чем-то, наверное, себя сняла, завязала ногу. Тут не до слез, не до чего тут бежать. Убежали мы в Бойталово. Вот. Подбежали. Или перед Бойталово нас... Они собрали... А, нет, они собрали всех. Обстрел прекратился. Немцы собрали. Да, немцы всех вот этих собрали по канавам, кто где болтается. Вот. Люди в бешенстве все были. Вот. Собрали вот на это, где кладбище, на поляну. Обставили нас пулеметами. И сказали, сейчас всех расстреляем. Вы нам мешаете. Вот. Пришел переводчик у нас тут. Жил на даче. Образованный человек. С высшим образованием, переводчиком. Хорошо знал немецкий язык. Вот. Пришел переводчик и объявил, что если будете хорошо вести себя, можете идти кто куда хочет. Вот. Значит, пришел приказ, что не расстреливать жителей. Жители не виноваты. Жители сами пострадали. Если бы, говорят, вы сидели бы в своих домах, не вылезали бы, не поднимали бы эту шумотуху. И тихо было бы здесь. Ну, а что? Люди войну не видели. Боялись и все. И мама взяла, ушла в Бойцелово. Забрала нас. Ушли в Бойцелово. Вот там деревня есть такая. Ну, там знакомых много у мамы было. Вот. Мы там пожили немножко. Потом сказали, что можно вернуться в дом свой. Мама вернулась. Я сегодня до зари встанусь, по-широкому пройдусь в полю. Что-то с памятью моей стало. Все, что было не со мной, помню. Что-то с памятью. Продолжение следует...